Снова здравствуйте, дорогие друзья, горячо любимые подписчики. Хорошего вам настроения, хорошего вам самочувствия, всяческих успехов. Какие бы ни были новости, возможно, пока я снимаю этот ролик, произошло что-то из ряда вон выходящее экстраординарное, и вы уже выбиты из колеи. Надеюсь, что вы в нее вернетесь, и все будет тип-топ. Ставьте лайки, пишите комментарии. Каждое ваше действие под любым роликом – это помощь в продвижении информации той или иной. Поэтому я на вас рассчитываю. А сегодня у меня для вас парочка статей от ряда «Ну надо же, дивные дела твои, господи!». Статья первая. В Генеральной прокуратуре РФ проводят углубленную проверку письма сотрудников и работников Федеральной противопожарной службы ГУ и МЧС по Алтайскому краю «В обращении на имя генпрокурора Краснова приведены многочисленные факты системных нарушений со стороны руководства Главка и описано катастрофическое состояние противопожарной службы». То есть на моем канале уже больше трех лет одна из центральных тем. Масштабнейшее общенародное федеральное внимание к этой проблематике вообще привлекла Татьяна Алексеевна Давыденко. Лесные пожары, воровство в лесной сфере, как осуществляются незаконные рубки, а потом, чтобы их скрыть, проводятся умышленные поджоги. Как сначала проводится умышленный поджог, а потом по дешевочке у государства покупается лицензия на вырубку уже сгоревшего негодного леса. Хотя он в прекрасном качестве, если его применять для каких-то производственных нужд, там, доски пилить, фанеру делать, бумагу делать, на все годится. Прошло уже несколько лет, и вот, наконец-то, генеральная прокуратура только одного, блин, одного, друзья мои, региона Алтайского края начала все-таки серьезную проверку. Вопрос. Почему? Потому что нашлись смелые работники внутри этой системы, понимаете, внутри системы, которые осмелились пойти против начальства и написать, что там внутри реально происходит. По фактам. Я призываю всех вас не молчать и обязательно сообщать о любых фактах, уголовных преступлений, коррупционных преступлений, просто какого-то, что вам кажется неправильным, что вокруг вас происходит. Жалуйтесь. Если окажется, что вы такой не один, что жалуются несколько человек, если окажется, что были еще аналогичного рода бумаги, докладные служебные записки внутри системы, то или иной, дорожного строительства, медицины, образования, рано или поздно, хотя надеемся, конечно, что рано, проверки будут производиться. Честь и хвала тем людям, которые этот вопрос подняли. Честь и хвала тем людям, кто будет сейчас эту информацию поднимать и активно муссировать и писать об этом в социальных сетях, что у нас ничего не готово, что у нас опять лесные пожары и тыры и пыры. Потому что любая проверка может окончиться ничем, чиновничьей отпиской. Мы проверили, в принципе, вот там какие-то мелкие нарушения были, мы их уже быстренько устранили. В целом все хорошо, никого увольнять не надо, штрафовать не надо, судить, расследовать больше нечего. Ну, короче говоря, все хорошо, ребята, все хорошо, прекрасная маркиза. Поэтому я вас призываю, как только вы столкнулись с любым беспределом, проявите активность. Пишите депутатам, не обязательно Делягину, не обязательно Глазковой, жене Платошкина. Можно выбрать любых там 3-5 фамилий на сайте Государственной Думы из разных партий и написать. Кто-нибудь да откликнется. Вот я обращаюсь к вам, это видео посмотрят, я не знаю сколько, 10 тысяч человек, 100 тысяч человек, может меньше, может больше. Поэтому, если хотя бы 1% из нас начнет раз в неделю писать по одному письмецу, по одному, понимаете, вот конкретно, из какого вы региона. И вы пишите. Я считаю, что в моем регионе службы не готовы тушить пожары. Я считаю, что у нас слишком быстро идет оптимизация здравоохранения, все нафиг позакрывали. Я требую, значит, разобраться, готов ли регион к отражению какого-нибудь нового коронавируса или всплеску сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, что угодно. Если нас будет на страну хотя бы 10 тысяч человек, активистов, которые систематически, регулярно, прошу прощения, за неизбежные помехи, иногда птички поют, вот иногда трактора проезжают. Чем больше таких активистов будет, тем быстрее в стране что-то начнет меняться. Понимаете, пока эта система сильна, пока эта система крепка, пока есть Единая Россия, пока есть олигархи, подкупившие, коррумпировшие сотни и тысячи чиновников и силовиков, и прокуроров, и судей, и следователей, бороться с системой это сложно. Но как только система начнет шататься, а это может произойти в любой момент, через неделю или через год, в любой момент это начнет происходить, понимаете, уже будут готовы папочки, уже будет готова конкретная информация. Ага, разворовали бабки на тушение лесных пожаров, разворовали бабки на закрытии больниц, а у этого губернатора, который закрыл больницу, на жену оформлена какая-то частная клиника, понимаете, и все, и сразу можно сажать людей. Дочитаю все-таки вам статью про Алтайский край. В частности, приведены факты вымогательства денег, которые организовал Макаров, начальник глав управления. Выравнив уровень зарплат до 30 тысяч, независимо от стажа, должности и заслуг, в главке начали регулировать уровень выплат премиями, что создает условия для откатов. Ну, то есть, я тебе даю премию 20 тысяч, но половину ты вернешь мне, начальнику. Если у начальника таких 5 подчиненных, каждый месяц он имеет на ровном месте 50 тысяч. В главке начали регулировать уровень выплат премиями, так, так, так. Позволяет решать за счет личных денег работников служебные проблемы, эффективно экономить фонд зарплаты с распределением экономии на премии руководству. Нам проверяющие начальники отрядов и начальники пожарных частей открыто говорят, если хотите получать какие-то копейки, скидывайтесь. Главка отправляет в министерство искаженную статистику. Вот это самое интересное. Многократно я заявлял и буду заявлять дальше. У нас в стране никто, ни Путин, ни Патрушев, никто в стране вообще не знает всей полноты информации. Этого просто нету. Понимаете, просто физически этого нет. У нас нет такой структуры, которая могла бы все посчитать. Общество усложняется с каждым годом. Разные сферы экономики, бизнес, сейчас тут криптовалюты, какие-то NFT-шки. Денежных потоков все больше. Сравнить экономику 50 лет назад, 100 лет назад с тем, что происходит сейчас, это просто небо и земля. А институты, которые этим должны заниматься, государственные институты, то есть имеется в виду Росстат, счетная палата, Минэкономики, Минфин, другие ведомства и подразделения отдельных ведомств и министерств, ФСО, ФСБ. Вы понимаете, что у нас просто нет в стране людей, которые могли бы достоверно рассказать, что и где, и как, и сколько происходит. Просто нету физически. Мы вообще плывем, не зная, где у нас пробоина, где у нас все нормально. Это же проблема в масштабах страны. Главка отправляет в министерство искаженную статистику. Так это можно сказать про большинство ведомств и подразделений региональных. Мы вообще не знаем, что на стране происходит. Так этот же вопрос надо поднимать не в Алтайском крае. Этот же вопрос должен подниматься в масштабах страны, но об этом все молчат. Акции «Зеленая Россия», «Чистый берег» и другие проводятся формально. К примеру, «Безопасный лед» свелся к указанию фотографироваться каждый день с рыбаками на льду, имитируя инструктаж. Летом аналогично с купающимися. Все это за собственный счет и без оплаты. Напоминаю, дорогие друзья, что по российскому законодательству, если вас просят выполнять любую работу и за нее не платят, это называется организация рабовладения. Шутка. Это нарушение трудового законодательства. Это недопустимо. Даже в Библии написано «всякий труждающийся достоин оплаты». Всякий труд должен быть оплачен. И это было сказано еще во времена рабовладения. Потом у нас был феодализм, потом у нас капитализм, потом у нас попытка построить социализм, потом у нас возврат к капитализму. А вот сотрудники МЧС признаются, что они опять до рабовладения скатываются. Задание – здание пожарных частей в ужасающем состоянии. Работники несколько лет скидываются и покупают краски и стройматериалы, чтобы избежать наказаний за неэстетичный внешний вид. Неизвестно, куда идут финансы за плановый ремонт. В сельских районах используют пожарные машины выпуска 80-х годов. Полностью фальсифицированы требования Федерального закона номер 100 о пожарных дружинах. Невозможно выполнить требования Федерального закона 124 о максимальном времени прибытия к очагу возгорания за 20 минут. Эти и другие факты о нарушениях в организации противопожарной службы, которые на самом деле говорят о том, что в любой момент могут заживо сгореть люди, будут потеряны имущества, будут потеряны целые дома, могут быть уничтожены огнем заводы и предприятия. То есть это угрозы национальной безопасности России. Мне интересно, куда, блин, смотрят ФСБ. Ну неужели они не в курсе? Да все все в курсе. Просто интересы другие. Судя по всему, бабки зарабатывать. Конфликт в ГУМЧС в канун начала пожароопасного сезона может серьезно повлиять на результаты губернаторских выборов в будущем году и уменьшит до неизбираемого рейтинг губернатора Томенко. У него и без того не блестящее положение. Третья позиция среди губернаторов по уровню доходов. То есть вот, пожалуйста, один из самых богатых губернаторов в нашей стране. И у него творятся вот такие вот истории. На самом деле, есть версия, можно пофантазировать и предположить, что вот этот вот наезд на пожарную службу – это не добровольцы, энтузиасты. Вполне возможно, что одна элитная группировка, олигарх, хочет поставить своего губернатора, своего коррумпированного чиновника на эту должность. А может быть, элитный клан самого этого губернатора Томенко решил, что надо его немножко взять за жабры и потрясти хорошенько. А то, видишь, он слишком много бабок гребет. Третье место по уровню доходов только официальных. Вполне возможно, что на секретные офшоры он вывел гораздо большие суммы. Мы сейчас ему намекнем, что можем его выкинуть с должности. И он будет более покладистый, согласится на меньшие деньги. Дорогие друзья, у нас очень многое в последнее время говорится о том, что начинается борьба с коррупцией, чистки, трали-вали. Не верьте. Вот следите за конкретными фактами, конкретными историями, расследованиями. Куда ни плюнь, куда ни глянь. То, что мы подразумеваем, когда говорим, какие-то чистки, хотя бы самые элементарные. Понимаете, я не радикал. Я очень умеренный по взглядам человек. Вот у нас есть уголовный кодекс. У нас известно об огромном количестве уголовных преступлений среди госслужащих, чиновников. И нихрена не делается, понимаете? Ну какие чистки? Вы что, побойтесь Бога? А уж радикалы о чем говорят, о том, что там сталинские репрессии грядут. Ждите. Но ждать, я боюсь, еще очень и очень долго. Всех вам в лайк. Берегите себя. Обнимаю. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Высказывайте свою позицию. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok